Первурайские супермаркеты сегодня пришли специалисты Роспотребнадзора. Эпидемиологи проверяли, как сотрудники торговых точек соблюдают рекомендации по профилактике коронавируса. Оказалось, необходимых правил придерживаются не все. Подробнее Никита Нехорошков. Визит без предупреждения. Люди в защитных халатах и масках быстрым шагом заходят в торговый зал. Продавцы в легком ступоре. Эпидемиологи сразу просят пригласить директора. К вам с проверкой, как вы соблюдаете рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции среди сотрудников. В магазинах Первоуральска проходят внеплановые проверки Роспотребнадзора. Комиссия осмотра ведет досконально. Проверяют, есть ли дистанционные линии, как регулируется количество посетителей в торговом зале и обрабатывают ли продавцы зону кассы. Мы моют антисептиком. Какие антисептики? Специальные нам привезли. В этом магазине, в торговом зале и на кассах правил придерживаются. Продавец-кассир показывает свое рабочее место. Ленту протирает каждый раз, когда нет очереди. Меры предосторожности соблюдает и о том же просит покупателей. Антисептики все есть, в перчатках всегда работаем, маска одетая. Так вот покупатели приходят. Иногда, конечно, толпятся. Я говорю, вот линия, отходите, пожалуйста, вот так вот. А вот к подсобным помещениям есть замечание. Инвентарь для уборки хранится неправильно. На каждого сотрудника в запасе всего по 2-3 маски. Не хватает и дезинфицирующих средств. Конечно, этого количества мало. Здесь от силы таблеток 30. Пятидневного запаса нет. В следующей торговой точке специалистам трудно к чему-то придраться. Антисептик для удобства посетителей расположен на входе. В торговом зале немноголюдно. Все сотрудники в перчатках и масках. Порядок и в подсобном помещении. На столе необходимый запас средств защиты, дезинфекции, а также градусники и журнал температурного режима. Заполняется журнал. И на рабочее место допускается только при отсутствии температуры. Градусники обрабатываются 70% раствором этилового спирта. Подобные рейды сотрудники Роспотребнадзора проводят сейчас ежедневно. За один день проверяют до 14 магазинов. Любое замечание вносят в предписание и придают руководству торговой точки. В первый раз выписывают не штраф, а предупреждение. Первоначально разъяснительная работа. Мы помогаем сотрудникам, руководителям понять, как сейчас необходимо наладить свою работу, для того, чтобы сохранить здоровье наших граждан, здоровье сотрудников предприятия. К тем, у кого есть нарушения, сотрудники Роспотребнадзора приходят с повторной проверкой через три дня. Если нарушения не устранены, организация может получить штраф до полумиллиона рублей или вовсе быть закрыта на 90 суток. Никита Нехорошков и Александр Захаров. Новости Первоуральск.